ну что ж всем привет у нас продолжается разговор про душновато аудитории по про разработку совместную разработку приложения на питончике и напоминаю что мы перешли во вторую стадию нашего курса мы прекращаем разговаривать собственно про гид как таковой вот потому что пора немножко поговорить про всевозможные сопутствующие разработки сопутствующие разработки задачи вот я напоминаю что основным отчетом по этому курсу является совместный проект который вы должны были ну все еще должны зарегистрировать по ссылке с прошлой лекции кажется этой лекции такая же ссылка есть может быть и нету нету ну значит ну короче на прошлой лекции его я его анонсировал просто я еще раз напоминаю что совместный проект это наиболее значимая часть идущая в оценку по экзамену вот и сегодняшний разговор как раз посвящен одному из аспектов который будет проверяться совместно оцениваться в совместном проекте в какой-то момент уже достаточно большое сообщество питона раз к от него отслоилась специальная такая общественная организация не знаю как ее назвать она называется поэтому code quality authority вот прям отдельная организация не организация это скорее именно что сообщество которое курирует и немножко так подталкивает что ли занимается всякими проектами посвященными code quality да значит качество код вот многие из тех проектов которых мы сегодня будем говорить так или иначе развиваются под крылом этого самого пайку а по чё там p c q а до пайси q а вот насколько они сами являются такими разработчиками или же они только просто принимают в этом участие а в общем-то обстрим где-то еще скорее всего второе чем первое вот нельзя нельзя сказать что прям очень много какую-то бесконечно огромную работу они делают но в другом с другой стороны сам факт того что люди объединились именно и только ради того чтобы значит заботиться о дисциплине разработки это внушает очень много уважения я не так уж много знаю аналогов такого рода обычно вот кто язык разрабатывает тот его и порядке наводит но нет вот тут там целый отдельный сам что вот сначала немножко бла-бла и потому что немножко бла-бла немножко бла-бла на тему того а вообще зачем нужен стиль программирования как таковой да вот среди таких значит хакеров разлива прошлого тысячелетия бытует мнение что вообще говоря стиль программирования не нужен настоящие программисты пишут все в строчку вот это вот все слава богу в питоне нельзя это сделать все преподаватели мира благодарны гвида за то что у него значит формативные отступы в питоне потому что я реально программы на си написанные в строчку и программы на джаваскрипте на встрече написаны в строчку видал вот ну так вот из этого следует из этого утверждения которое тут сделать следует что одна из главных составляющих силе ну одна из ролей стиля программирования и это повышение readability то есть код который вы пишете должно быть приятно читать случае питона это особенно важно ну в случае каких-нибудь еще более густых и вязких языков типа хаскель это еще важнее вот но в случае питона тоже потому что питон все-таки очень язык программирования плотный по количеству той семантики которая на один оператор пролезает поэтому если вы будете еще и затруднять чтение все это безобразие ну всем будет плохо включая вас вот так же до какой-то степени соблюдение стиля позволяет всевозможным нейросетям и прочим анализатором которые пытаются разбираться в козе не понимая его до привыкать к некоторым шаблонам это уже значит повышать качество его анализ зачем это нужно не скажу я небольшой знаток а вот этой области когда нейросети пишут программы но тем не менее вот однако если вторая сторона в соблюдении дисциплины разработки какой бы то ни было и в частности стиля есть еще социальная роль если хотите такой общественный договор особенно это важно именно случае если сообщества вокруг программного продукта свободны то есть у нас вообще говоря люди просто приходят и просто работают вместе просто потому что им зачем-то это надо смотри значит пункт свободной мотивации до в свободном сообществе мы не задаемся вопросом ради чего человек нам помогает спасибо что помогает может он хочет стать чемпионом мира по программированию потому что мы сама программа это нужно в которой помогать неважно то есть очень важно но любые мотивы любая мотивация годится ну так вот в свободном сообществе соблюдение дисциплины разработки это такой социальный контракт понятное дело что никто никому ничего не должен человек приходит и уходит человек что-то делает или не делает и так далее но если человек приходит и демонстрирует что он согласен участвовать в некотором совместном проекте поддерживая тот стиль разработки который принят в данном сообществе он как бы заранее демонстрирует свою ну способность договариваться способность поделить задачи наличные и нужные для комью вот так что это очень важный момент об этом довольно многие люди говорят когда рассуждают относительно дисциплины разработки вот значит стоит добавить что вот есть две стороны две стороны здесь соблюдение дисциплины разработки это техническая социальная кстати сказать техническая сторона не только readability как здесь написано но еще и как следствие из читаемости понижение количества ошибок вот ну просто потому что чем прозрачнее код тем меньше в нем случайно незамеченных ошибок ну так вот однако следует сказать что любая дисциплина разработки это не догма то есть это не регламент вот о чем кстати очень часто забывают во всяких корпоративных проектах где людям просто вот насильно навязывают некую дисциплину не глядя ни на что значит если вдруг по некоторым причинам веским нужно от принятой дисциплины от принятого стиля программирования отступить там неважно почему если эти причины достаточно веские надо отступать от этого стиля потому что вообще-то мы договорились о том что у нас общий стиль не потому что он должен быть общий а потому что нам так удобнее вот как удобнее так и делать если для того чтобы было удобнее надо отступить от отправила ну значит надо отступить как известно афоризм исключения подтверждает правило в действительности следует понимать так что если мы ощущаем нечто как исключение значит есть какое-то правило вас из которого мы в данный момент наблюдаем отклонение вот так ну вот давайте немножко поговорим про рекомендации к оформлению код значит самое известное и самое такое самое исторически основное исторически основной документ это пеп 8 напоминаю что пеп это python python хансом проползал то есть предложение к тому как расширить язык программирования питона теперь бывает очень 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 разные в смысле тематическом и это и синтаксические какие-то штуки и вопрос реализации и вопрос дисциплины и вот в частности сам гвида в сопровождении баре и вот 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 алиса алиса коглан это какая-то чуть более новой дам кажется но не важно еще еще в 2001 году предложил некоторые мотивировку и некоторый набор рекомендаций как просто оформлять сам код то есть речь идет не о стиле разработки а просто стиль оформления вас и тут довольно много довольно много всяких требований я раньше тут была статья ссылка на стены перевод этой статьи на русский язык но он устарел я ее выкинул в результате вот если проглядывать глазками тут достаточно много вот всяких вопросов значит в основном это про расстановку парк пробелов и пустых строк потому что в любом плотном языке программирования с плотной семантикой чем больше пробелов тем лучше для какой-то степени разумеется вот про то как оформлять структуры данных вот про ширину строки кстати сказать это наиболее одиозная то есть наиболее вызывающий наиболее на большее количество споров часть пеп 8 всего еще в пеп 8 написано четко что ширина строки не должна превышать 79 символов современные программисты так не умеют они открывают значит такое вот термин окно редактор где крипто шрифтом который например я не могу увидеть с расстояния менее чем более чем 20 сантиметров вот такие вот строки им это нормально особенно когда они работают с какими жуткими фреймворками где там у каждого метода по 18 18 этих самых параметров при вызове вот а у при описании особенно аннотированным еще еще это все будет еще длиннее вот поэтому бытует мнение что поэтому бытует мнение что 79 символов это маловато вот очень часто я встречал в договоренностях что там 100 120 имейте только в виду что вот эти вот 8 символов они же наследуют еще от печатной машинки от матча машинного листа кажется вот а также вот тут сокращение циренизирует что 640 на 480 экрана 640 на 480 8 пиксельными этими самыми шрифтами должно хватать каждому вот 9 ну в общем имейте только в виду что вот эти 8 символов они не просто так и стадически когда-то образовались в печатном тексте чем шире строка тем больше шансов что вы не сможете за один взгляд прочесть то есть вы глянете на это и у вас от начала строки от конца строки будет в мозгах отделена вот обратная ситуация что если даже строка короткая просто она слишком слишком сдвинута островами вправо потому что у вас там вложность 12 12 вложенных чего-то это тоже не очень хороший стиль программирования поэтому до какой-то степени вот эта рекомендация 80 символов она разумная вот что еще что делать если строка не помещается в экран да как ее разбивать вот кстати неправильный вариант правильный вариант забавно ну согласитесь вот это считается гораздо более понятно чем вот это вам приходится глазками искать где у этого выражения арифметические операции вот правило про импорты напоминаю что импорт нескольких моделей модули через запятую он где-то не хорошо но потому что потому что он выглядит как свалка делайте модуль столбик импорты в столбик вот правило про чё там а дундер это то что мы называем спецсимволы ну и так далее и так далее правило про всякие пробелы правило про про запятые особенно трейлинг омос может быть кто-то не знает здесь присутствующих на в питоне можно в перечислимых типах вроде вроде этих самых словарей кортежей множеств списков можно после последнего элемента в константном конструкторе ну в конструкторе ставить запятую вот это знаете для чего сделано чтобы когда вы захотите туда добавить еще одну строчку не нужно было думать где запятая нужно где не нужно просто влете еще одну строчку запятой и не появится вот ну и так дальше и так дальше есть правило на на документейшн стринг правда они описываются отдельным пепом 257 вот есть достаточно разумные правила относительно и конвеншенс вообще говоря считается что почти все можно использовать почти любые конвеншены лишь бы это все читалось вот и с ней кейс и кэмо кейс бога ради хоть как как хотите кажется где-то тут в рекомендациях написано что классы должны начинаться с большой буквы обычной переменной с маленькой но это надо внимательно почитать вот вот это довольно смешной момент кто-то возможно гвида написал что вот не называйте вашу переменную буквой l и буквой маленькая и буквой о большое и буквой и большое потому что все это похоже другой и и единичка похожи друг на друга о похожи на ноль видать они пользовались каким-то шрифтом типу маковскому те люди которые написали теком типу маковском где действительно и большое от l маленького отличается одним пиксель вот и люди так это самое люди которые делают проверялки они так и говорят вот если мы линтер запускаем есть возьмите переменной по имени или углу это ошибка виды нам завещал не делать переменную пойму вот с ними конвеншенс вот про классные мы что они должны ваши буквы ну и так далее так далее так далее ну там всякие разговоры что да значит да 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 б равняется равняется false это тут тут нам пришел науприобретенный наш участник егор и он значит делится с нами всякими шутками типа его равняется равняется true ну естественно это тоже так делать не надо но это скорее не конвеншен никто в здравом уме будет писать их а равно равно тру мне кажется вот обратите внимание на такие штуки что обычно дев всегда предпочтительные лямбды потому что лямбда у нее с дженни рекнеймом будет не очень хорошо вот клауса xf без без этого самого без указания exception она синтактически возможного запрещено ну как бы запрещено стилем ну и так далее в общем я советую всем кто этот документ еще не читал почитать его тут очень много разумных рекомендаций вас прям много да и как мы уже говорили поскольку у стиля есть социально-техническая составляющая довольно интересно понять откуда эти рекомендации родились вот прежде чем применять линтер который вам все отформатировать как надо вы будет не будете знать почему так на как уже было сказано есть 27 пеп на оформление док стрингов кажется мы в прошлом семестре на этот счет говорили док стринги бывают если коротко однострочные и многострочные и рекомендуется оформлять так в однострочник вы вписываете краткую формулировку того что происходит в многострочник описание в котором может быть описание того какие у вас параметры какие возвращаемые значения с типами и так далее и так далее и так далее в том числе кстати сказать описание соответствующий какой документа стиль документирования которым будем говорить через пару лекций вот отдельная тема про док стринга и динтейшн вот который ну чтобы у вас вот здесь вот пробел все-таки был вот и вот вот так вот вот короче говоря вот такое оформление строки 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 документации рекомендуемые вот за вас вот это вот удаление начальных пробелов и перенос строки сделают всякие другие инструменты не парьтесь так просто читаем и вот так вот уже менее читаем как вы понимаете вот 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 этот вот этот фрагмент и стратегии документации обычно удаляется при формате там даже есть специальной функции 3 ну вот это значит что касаемо оформление строк документации в частности кстати вот пиду пыдок о котором мы говорим в прошлом семестре как раз занимается этим триммингом то есть даже если у вас там много много переводов строки и пробелов которые вы считаете лишними они не лишние они нужны для красоты а пыдок их всех значит пострипает вот тут надо правда сделать одно замечание нужно сделать одно замечание о том что довольно часто док стринги используются для хранения значимых данных ну самый типичный пример это какой-нибудь док тест модуль док тест питания который мы будем тоже говорить чуть-чуть когда будем говорить по тестированию модуль док тест в котором вы строках документации в особенно в особом формате описывайте тест на вашу функцию или на ваш метод или на ваш класс вот в этом случае возникают проблемы некоторые то есть с одной стороны у вас довольно жесткое требование на то как с чего стоит строка документация с другой стороны поверх этого вы хотите туда разместить в специальном синтаксе специально как бы с критичные данные ну страдайте значит надо как-то настраивать соответствующий линтер чтобы он не особо не приставал кстати если мне не изменяет память как раз именно пт док тест он отлично совместим с 27 пепом то есть там кажется проблем не возникает на основании рекомендации по оформлению кода написано довольно много анализаторов кода вот еще не линтеров а именно таких инструментов которые проверяют они продел не наделали вы каких-то ошибок ну не нарушили вы какие-то рекомендации по оформлению ну давайте мы чтобы не было было не не увязывать бла-бла давай что-нибудь применим найдем какой-нибудь у меня позорный код который совершенно не совместим с никаким с никаким ни с каким этим самым вот флейк 8 да значит наиболее такой не тяжелый инструмент анализа это флейк 8 ну смысле с средневзвешенный в плане тяжести вот он вот флейк 8 это комплект анализаторов кода вот как минимум там их три по флейк ты код стайл и макап макап это инструмент который анализирует сложность вашего кода вот как раз количество вложенных количество вложенных блоков и вот все такое вот но к нему можно еще писать плагины вот свои например кажется по дух стайл тоже туда можно воткнуть честно не помню вот выглядит это примерно так вы берете какой-нибудь ну во первых вы его ставите любви по инсталлам либо ну куда-то там короче ставите вот игрите флейк 8 но мы помним что после установки модуля в окружении к приезжает специальный скрипт в специальное место и он становится доступен вот выглядеть флейк 8 но не знаю что нибудь что нибудь вот такое о смотрите сколько недочетов в этом старом старом моем коде нашел флейк 8 немного немало много штук не помню больше десятка вот что не так давайте посмотрим о обратите также внимание на то что редактор вим с помощью специального плагина синтаксический синтаксического анализа умеет в такие линтеры вот видите тоже написано внизу ошибка вот давим этот плагин называется алё давайте прямо вам покажу а эль и ошибся эль а синхрону слайд лент engine вот этот эль умеет в несколько стандартных протоколов линтеров поэтому если у вас есть допустим какой-нибудь цилинд или этот самый из из сланга цель господи забыл ну короче встроенный в сланг аналайзер то можно анализировать и там код носи еще на чем-нибудь в общем он их он поддерживает тучи всяких языков программирования в том числе неизвестно какие лишь бы у вас был соответствующий линтер вот к другим средам разработки тоже есть плагины для того же флейка но вот он видите вот он ругается говорит что это ошибка 231 и тут вот после запятой не стоит о и правда не стоит пробел до по пеп 8 полагается после запятой ставить пробел ну и так дальше да здесь после двоеточие не стоит пробела здесь между забил после запятой не стоит пробел здесь и в без переноса и здесь тоже без переноса так нехорошо писать с точки зрения пеп 8 здесь нет нет пробела вокруг символа сравнения здесь нет пробелов вокруг плюсы здесь нет пробел вокруг силу сомнений короче автор этого скрипта в общем плотненько забил на пеп 8 когда его писал совершенно очевидно вот значит помимо флейка и его аналогов вот ну давайте сходим еще и код стайл что он умеет а пока ставил так как раз пеп 8 ap флейкс флейкс это более интересная штука сейчас давайте посмотрим ее в документацию валюс я разговаривает но это неинтересно вопрос что она умеет криськами документации документации я не вижу документации а может быть может быть может быть тут ссылка на документацию нету ну ладно в общем они говорят авторы что они ловят какие-то ошибки именно ошибки в программе на питоне то есть способны распознать ну некоторые ситуации при которых ну там не использованы перемены еще чего то то есть не то что описано в пеп 8 а то что кстати давайте сделаем не использованы переменную в этом коде посмотрим что получится ты же интересно ну где-нибудь вот тут унузит равняется сто пятьсот не хочет не нравится и не использование переменную хорошо а если я да 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 это тоже может быть этот кажется не будет этот кажется не будет это более более сложные анализаторы это умеет ну в общем бог бы с ним в конце концов не очень важно вот что касается макаба я уже говорил это инструмент который измеряет сложность кода то есть если вы ему скармливать какой-то сложно ну что-то с большим количеством большим количеством нет это что-то другое с большим количеством вложности или еще какие-то какие-то вещи которые с точки зрения этого самого макаба оказываются комплексе оказываются несовместимы с требованиям этого самой сложности ну вот он ругается ну вот отдельно существует линдер под названием пылинт да это тоже проект который такой все умеет он умеет и строки документации он умеет и значит пеп 8 но у чего он умеет вот это просто другой проект который решает примерно ту же задачу вот и отдельно всякие адские существуют линдеры например black который я страшно не люблю но зато black это такой универсальный инструмент который просто подключаете он за вас делают всю работу он и программы программы значит форматируют мысли проверяет и сам является форматером про недостатки black я расскажу чуть позже ну с моей точки зрения недостатки нет давайте все-таки я сразу скажу про недостатки black 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 это немножко адское такое поделие например он по умолчанию при запуске переформатирует ваш файл вот вот поведение по умолчанию запустили black он переделал весь ваш файл вот наверное это сделано для того чтобы как можно быстрее это задача решалась но с точки зрения меня вот как дрожащего стилем написания кода я бы предпочел чтобы мне сначала проверили двадцать или например у black а есть и моджи в диагностике которые вообще-то не на всех терминалах есть на моих терминалах не на всех есть и моджи как таковы вот ну и так далее и так далее вот главный недостаток black состоит в том что он практически не настраиваем то есть есть некий код стайл блэковский и вот он ему надо придерживаться в шаг влево шаг вправо никто не знает как как их совершить да вот либо вы пишете согласно благо сообразно блэк он ставил либо нет вот что же касается флейк 8 то это вполне себе настраиваемый инструмент и пылинка тоже вот вы можете довольно много разных настроек вот туда в сандалить вас какие угодно настройки туда в сандалить например запретить реагировать на некоторые ошибки ну вот не считать не считается ошибкой там что угодно вот 203 что-то к 203 не знаешь как есть вот что у меня кстати во флейк 8 написано да и положительно файл 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 вот смотрите весь и у меня по умолчанию во первых line line 120 я дал слабину и значит все-таки увеличил до 120 а во вторых я игнорирую ты три каких-то ошибки давайте посмотрим что это где а вот full листинг вот здесь нет это общем да вот ага 403 а формат импорт звездочка чтобы он не ругался давать правда более продвинутые код алинизаторы все равно ругаются на это потому что они говорят слушать и но у вас тут написано from что-то импорт звездочка и если у вас есть неопределенные перемены может оттуда мы с импортировали 403 45 401 401 это импорт модуля который неиспользуемый это я сделал родину для того чтобы как начинаешь писать тебя сразу не говорю вот тут написано партиз а ты еще ничего из из них не взял оттуда вот и что там 405 а ну и соответственно обратная история зашу про неопределенные перемены вас но в принципе наверное я не прав и 403 45 надо бы включить обратно ну потому что неопределенные переменные не очень хорошо флейк 8 можно положить просто в файл . файл 8 а можно засунуть в этот самый по проектом и которым лежат ну файл из которого спецификации на основании которого собирается пакет питания но это у нас мы об этом будем говорить ближе к моим месяцем ну вот да значит пылинг как я уже сказал это тоже вполне себе тема просто это некая некая другая другой проект такая же история с докстрингами есть специальный модуль который называется пидок стайл который занимается примерно тем чем обычный мод обычный линтер занимается по отношению к кодам на питание вот еще есть раф давайте посмотрим на раф мне тут мне тут некто спрашивает про раф я не помню давайте на него посмотрим а значит раф это очень неплохой линтер для питона правда просто почему-то написанный не на питоне она расти он типа позиционируется как-то типа супер быстрый линтер да 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 он супер быстрый ну написан на достаточно эффективном языке но поскольку он написан на расти ну окей 20 людям для чего-то это нужно вот значит пидок стайл как уже было сказано пидок стайл это инструмент который позволяет анализировать док стринги вот там довольно интересная тема что он например запрещает использовать в онлайнерах общие слова он говорит если вы там вот это очень смешно давайте попробуем где сейчас секунду попро я сейчас попробую попробую куда-нибудь вписать он так а что нас не нравится тут два бланк-лайн и значит по пепу полагается между функциями делать перед функцией делать два две пустых строки потому что функция это такая штука и здесь тоже и основной код должен отделяться пустыми строками а здесь чего не так запятую пробел забыл в а ну вот давайте попробуем пидок стайл пы док а нету пидок стайла хорошо кого мы там как его звали то то ин в глядите казалось бы ну во первых нету документации к модулю во вторых он говорит того по товарищи не используйте значит апострофы используйте кавычки вот в третьих заканчиваете онлайнер всегда точки в конце в четвертых еще одна функция функции рут не не задокументирована а где функция рут а вот она ну вообще так но я я при этом не добился ситуации что я не добился ситуации что он ругается на английский язык а жалко вот добился вы пожалуйста описывайте с функцией а не просто посидите эта функция говорит мне говорит мне говорит мой пидок стайл такие дела ну вот это вот все между прочим не такая уж плохая идея избавляться от слов паразитов в докстрингах их же потом читать люди будут дальше больше есть уже статистические анализы кода анализаторы кода хотя в питоне статический анализ на такая себе вещь как вы понимаете но тем не менее это тот же макаби который который определяет комплексе это бандит который умеет всякие я думаю я думаю тут сокращение спрашивает а если докстринг на русском написать он будет ругаться я думаю не будет он не знает по русски язык ничего бандит этот самый бандит умеет находить уже поскольку статический анализатор он умеет он уже находить всякий дизайн флоу в вашем коде он делает из него абстрактное синтактическое дерево жует и привести токсическое дерево и что то там такое интересное мы что там такое интересное значит бандитит внутри нее вот возможно именно он умеет находить объявленные переменные внутри условных блоков вот и говорить что у вас она возможно может не присутствовать и так далее так далее вот блин кстати немножко тоже это умеет вот Еще можно вспомнить тему прошлого семестра, которая была в наших лекциях у магистров, а в бакалаврских лекциях я только на нее сослался, и это аннотирование и статическая типизация. Дисциплина программирования может вполне включать в себя требование о том, что в вашем коде все имена, все объекты должны быть аннотированы. И этим можно воспользоваться, взяв проект MyPay, который вообще-то предназначен для статической типизации, но как минимум он может работать именно анализатором того, что все объекты у вас аннотированы. С одной стороны, казалось бы, современный питон и какой-то странный проект для статической типизации – это вещи немножко разные. С другой стороны, в современном питоне на самом деле очень многое в последнее время делалось для статической типизации, не устаю это повторять. Одних пепов сколько? Принято. Довольно свежих. Сам Гвида вышел на пенсию, а потом вошел обратно, устроился работать в Microsoft, и там он чем-то подобным сейчас занимается. Короче говоря, со всей очевидностью, MyPay – это такая попытка поднять питон до языка разработки больших и сверхбольших проектов, где, понятное дело, статическая типизация очень много ошибок заранее исправляет. Все ваши переменные аннотированы, везде проверяется соответствие типов, как в других языках статических. И это вполне себе серьезная дисциплина разработки, которая может принести пользу, особенно в проектах, в которых очень маленькая проходимость информации. Например, в корпоративных проектах очень часто бывает так, что группы работают над каким-то кусочком, а друг с другом они контактируют через большую странную иерархию лидов, начальников и так далее. Они без этого просто не выжгут. Так, человек меня спрашивает про джанго. Дорогой человек, не буду я отвечать ничего про джанго, у нас тема джанго не посвящена, пожалуйста, ближе к теме вопросы задавайте. Теорий Владимирович, а вот интересно, есть ли какие-то правила ПП-8, которые в теории невозможно отловить линтерам? То есть можно ли быть уверенным, что там прям точно все правила ПП-8 будут соблюдать? Ну, смотрите, довольно бессмысленно, довольно бессмысленно в качестве рекомендации делать правила, которых невозможно проверить. Да, почти наверняка есть какие-то рекомендации такого плана, что не пишите такой-то код вот или что-нибудь такое. Не знаю, кстати, не могу сказать. Как правило, так не делается. Понимаете, у конвенции, у соглашений должна быть четкая интерпретация. Если вы не можете четко интерпретировать правила, которые вы должны соблюдать, то грошится на таком правилу. Так что думаю, что нет. Ну вот, значит, про MyPay я сказал. Вообще в эту сторону стоит смотреть. Если вы действительно намерены писать какой-то просто громадный объем кода, статическая типизация вам в руки. Это реально увеличивает количество и читаемость кода, но упрощает взаимодействие и вот это вот все. Еще и по дефолту некоторые DE проверяют типы? Да, скажем, PCHR вообще уже как инструмент как раз промышленной разработки, он по умолчанию всегда заставляет программиста все аннотировать. И даже сам умеет, кажется, вставлять аннотации, если догадывается. Но в маленьких проектах типа наших домашних заданий иногда бывает так, что это просто лишний код. Хотя вообще-то аннотирование точно никогда никому не мешало. Уж как минимум параметров функции так точно. Ну, вот. Как мы помним, опять же, из лекции по аннотациям, наличие аннотации не запрещает вам туда передавать переменные объекты другого типа. Совсем. Только MyPay будет ругаться. Там есть обратный ход, да, если вы пишете довольно сложный код, такой плотный на питоне, то вот въезжать во все эти дженерики, чтобы, значит, исключительно ради того, чтобы PCHR не ругался, это, ну, мне кажется, идея неправильная. Вот. На основании, значит, этого, помимо того, что у нас есть линтеры, у нас есть еще форматер. Вот, в частности, Black, упомянутый мной, да, это именно что форматер. Это инструмент как раз не просто проверки, ну, каких-то недочетов в коде, а еще и причесывание его под определенный стиль. Вот. С моей точки зрения, главная тема в форматере – это возможность настройки того стиля, который вы хотите. Вот за это я, кстати, Black не люблю. Там, в общем, стиль не настраивается. Вот. Наиболее такой ортодоксальный – это Автопеп. Проект, я-то думал, что он притих, но нет, он вполне себе живой. Вот тут вопрос интересный. Нужно ли эти пакеты ставить в виртуальное окружение и переключаться на него для проверки кода? Ну, честно говоря, мы, наверное, про это немножко будем говорить в будущем. Я бы сказал, что когда вы работаете в виртуальном окружении, у вас есть два разряда зависимости – эксплуатационный и сборочный. И вот все эти линтеры – это как раз типичная сборочная зависимость, да? Ну, не так. Не совсем. Не совсем. Без них все соберется тоже. Но если, например, в вашей системе оркестрации, в вашей системе сборки написано, что сначала проверить на наличие там линд ошибок, а потом только собирать пакет, да, то это прямо типичная сборочная зависимость. Вот поэтому, конечно, я их ставлю в те окружения, в которых разрабатываю. Другое дело, что сейчас я, например, его поставил, тот же пидок ставил, поставил прямо в домашний каталог, ну, потому что кто мешает, да? А может ведь так случиться, что у вас в разных проектах будут разные настройки по этому окружению. Так что по-разному. Вот. Да, 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 да. Вот тут человек с ником ведерочка, ведерочка, говорит, что есть такой протокол под названием language server, и он, собственно, может быть применен в почти любых редакторах. Вот пресловутый Олег как раз в Виме именно это и умеет. Он как раз умеет ходить к language server. Вот. Да, кстати сказать, а MyPy умеет работать таким language server, вот, правда, довольно медленно, потому что он делает такой жесткий синтаксический анализ, там, строит дерево и так далее. Что такое конкретное language server? Language server – это просто такой демон, которому вы скармливаете некий код, а он вам возвращает его синтаксическую структуру и рекомендации по тому, как надо и как не надо. Типа, аиста дерьмо возвращает или в смысле… Не знаю. Не буду врать, не знаю. Знаю только, что сейчас мода не писать свои собственные парсеры под всякие языки программирования, чтобы они там раскрашивали, например, код в редакторе, а вместо этого сходить с редактором к language server, и он сам все за вас сделает, а вы только, значит, раскрасите то, что получится. Вот такая мода. Среди, значит, редакторов Vim-подобных есть NeoVim, которые прямо в эту сторону движутся очень быстро, гораздо быстрее, чем Vim. Так, ну, нас отвлекли форматеры. Значит, наиболее такой ортодоксальный форматер – это Автопеп, вот, Автопеп 8. Я-то думал, что он, в общем, потихонечку прекратил существование, ничего подобного. Последний коммит буквально три дня назад, в общем, он цветет и пахнет. Это прям штука, которая будет жестко оформатировать весь текст в соответствии с Пеп 8. Кстати сказать, оформатирование текста в соответствии с Пеп 8 не означает, что этот текст будет на выходе уж больно хороший. Есть в понятии «стиль оформления кода» нечто, что по Пеп 8, в общем, проходит, а вам бы хотелось, чтобы оно было другое. Вот, значит, есть black. Давайте мы сейчас его применим к чему-нибудь. Ну, допустим, к тому самому, к теории машины. Да, вот давайте, да, еще раз, последний раз полюбуемся на то, как она выглядит. А теперь ее black'ом прибьем. Вот, значит, люди, которые пишут такую диагностику, для них есть отдельный котел в одну, конечно, вот, разноцветную, с эмоджами. Часть эмоджи показывается, часть не показывается. А главное, вот, как я уже говорил, black – это инструмент, который просто, если вы ничего не делаете, он сразу переделывает двое. И вот тут у него, смотрите, с Пеп 8 какая-то, какая-то… Вот этот пробел ему не нравится. А, или не нравится? Не нравится. Пробел перед двоеточем, конечно. И вот за это я тоже не люблю. Вот как сказать black'у, чтобы он так не делал? Я не знаю. Возможно, есть специалисты по black'у, которые расскажут, как его настраивать. Значит, после некоторых недолгих поисков, я остановился на yet another python-формате. Например, это довольно такой сдержанный проект без вот этого всего. Который, как минимум, имеет в несколько разных стилей, и у него есть дополнительные настройки. Можно, значит, вот, видите, можно эти дополнительные настройки включать или выключать, чтобы, значит, ваш код более гибко форматировался. Вот. Называется yapf. Наверное, есть еще всякие. Вот есть этот форматер на rasti. Вот, кстати, форматер или только линтер? Кажется, только линтер. Ну, бог бы с ним. Бог бы с ним. Линтер так линтер. Вот. Форматеры. Значит, с форматерами фишка такая. Они удобны, когда вы сдаёте домашнее задание, а там в качестве теста проверяется стиль оформления. Вы просто берёте этот стиль оформления, автоматом форматируете и никого не трогаете. Мы в одном из проектов использовали pre-commit hook, post-commit hook, pre-commit hook, pre-commit hook в гите, чтобы перед тем, как делать commit, проходить всё, что нужно закоммитить, проходить black, и black, значит, их по-быстренькому форматировал. А потом я боролся обратно в эти странные black столбики из параметров метода по одной штуке в строке складывал обратно. В общем, страдал. Но так тоже бывает. Может быть, надо было использовать я. Прежде чем мы поговорим про дисциплины оформления, давайте вернёмся к нашему ПЕП-8 имени Гвида, которая начинается с большой цитаты из философа Ральфа Вольда Эммерсона. Цитаты из философа. Дело в том, что когда Гвид написал первый вариант ПЕП-8, народ немедленно бросился писать ПЕП-8 проверяторы и ПЕП-8 фикаторы, где они жёстким, значит, жёстким способом прибивали все рекомендации Гвида в код, и говорили, а давайте вообще в питон внесём такой проверятель на входе, чтобы если вы пишете не на ПЕП-8, программа не запускалась. Гвида пришёл просто в ярость, сослался на Эммерсона, Эммерсон говорит о foolish consistency. Foolish consistency – это как это по-русски? Бездумная согласованность. Foolish consistency is a problem of little minds. Все не слишком сильные умом персонажи, они преданы вот этой бездумной согласованности, они считают, что если всё согласовано, то всё уже очень хорошо. В общем, тут большая цитата из Эммерсона, которая говорит в том, что ну и что, что вас не поймут? Коперника тоже не понимали, Иисус не понимали, Сократ не понимали, Нитон тоже не понимали. Хорошо, что вас не поймут, зато вы не будете... Вообще люди друг друга, то, что люди друг друга понимают – это чудо. И когда вы всё отформатировали в едином стиле, у вас возникает обманчивое ощущение, что вы друг друга понимаете. Это неправда. Так что... Есть даже целая статья про эту цитату от некого человека. Ну, короче, вот, маленькая. И всё это к чему? Чем регламент отличается от стандарта? Регламент – это то, отклоняться от чего нельзя, а стандарты – то, чему надо следует, но в случае некоторой необходимости от чего отклоняться можно. Любая дисциплина разработки – это стандарт, а не регламент. Не забываем, что мы дисциплину вводим не ради того, чтобы была дисциплина, а ради того, чтобы нам было удобнее друг с другом. Если нам удобнее друг с другом в этом данном месте отглониться от дисциплины, так и надо идти. Теперь, собственно, про дисциплины. Как ни трудно догадаться, различных дисциплин оформления и чисто синтаксического оформления кода, и построения кода на свете много. Чем продуманнее эта согласованность, Гвида ссылался на бездумную согласованность, чем продуманнее эта согласованность, тем действительно вместе удобнее. Мне больше всего понравилась вот такая книжка, которая называется The Hitchhiker's Guide to Python. Мало того, что там очень много… Она, естественно, вышла в Урале в какой-то момент. Мало того, что там очень много соображений относительно того, как надо, как не надо. Ну вот, смотрите. Да? Вот в чем разница между хорошим кодом и плохим? Синтаксически, то есть с точки зрения этого самого выполнения, они одинаковы. Ну, не совсем. Не синтаксически. Процедурно они одинаковы. Почему этот код плохой, а этот хороший? Как вы считаете? Ну, давайте сделаем погромче, чтобы было виднее. Ну, как-то неявно, что в итоге возвращается в словарь такой вот такой вот. То есть надо подумать, что за locals, что оно может себе хранить, когда во втором варианте сразу все видно. Ну, да. Ссылка на locals – это вообще жесть на койной тяге. Безусловно. Ну, то есть этот человек явно извращался. Зачем? Неизвестно. Вариант там не гарантирует, что у нас… Он принимает какое количество параметров, не гарантирует, что у нас приходит два. У нас может упасть программа просто от того, что мы передали куда-нибудь то количество параметров. Ну, да. Значит, первый вариант еще упадет в неправильном месте. Если наша функция зависит от двух, вот здесь явно написано, что параметров должно быть два, было бы неплохо, чтобы программа, которая передает три параметра, упала при вызове с этими тремя параметрами. А здесь она сначала… Да, здесь она упадет на три функции. Вот. Такая же ситуация. А вдруг у нас этих переменных будет тут вот в процессе разработки еще одна появится какая-то? Тут этот звездочка locals внезапно окажется словарем из трех переменных. Короче говоря, да, но если не пытаться интерпретировать общее правило простое. У нас есть синтексис языка, а есть его семантика. То есть описание того, как должно работать. Вот из этого описания сегмантика не видна. Мы не видим из этого, что переменных должно быть две. Мы не видим из этого, что возвращаться должно должно словарь из двух переменных. Даже слово дикт, в общем, не настолько наглядно, насколько вот это наглядно. Да? Вот в этом коде все против понимания, а в этом коде все за понимание. Вот если держать это в голове, что мы вообще-то код оформляем ради понимания, то и той стиль будет хорош. Значит, обращаем ваше внимание, что это свободная книжка, она лежит на гитхабе, и мало того, что она лежит на гитхабе, она еще и потихонечку разрабатывается. Последний коммит был девять месяцев назад. То есть в нем люди потихонечку коммитят всякие штуки. Такие дела. Вот. Хорошая книжка, я ее в свое время принялся читать, не дочитал до конца, но там много-много всякого хорошего. Обращаю ваше внимание, что, еще раз, что стиль оформления, это не только конкретные рекомендации по названию переменных и расставлению пробелов, но и более сложные рекомендации уже вот здесь вот относительно как раз смысла того, что творится. Но этот стиль не один. Разумеется, у ребят, которые сделали Black, есть свой собственный стайл-гайд. Потому что именно в него они превращают код, который они обрабатывают. Я пошарил в интернете, вот я нашел некоторую... даже не знаю, что такое OpenEDX, это вообще что такое. Я даже не знаю, что это. OpenEDX, видимо, это какая-то платформа для обучения. Вот. У них есть свой собственный по-пайден стайл-гайд. Да? У гугла наверняка есть собственный по-пайден стайл-гайд. У еще одной академии опять. Это какой-то институт просто где-то в Индии, что ли. Хан. Ну и так далее, и так далее. дисциплины оформления могут быть разные, дисциплины разработки могут быть разные, едины нет. Значит, что не нужно делать в питоне, что как стиль оформления мешает пониманию. Ну, во-первых, такое программирование в столбик, когда у вас, вот если вы видите, что у вас написано A равно B, C равно D, еще какие-то такие команды в столбик, то есть у нас нет ни структуры, ничего, значит, вы что-то делаете не так. Либо вы вместо массива используете переменные, либо вы вместо множественного связывания используете почему-то в столбик связывания. Короче говоря, если вы видите очень много линейных операторов в питоне, скорее всего вы там вот со стилем что-то на портачек вторая большая проблема которая к сожалению очень популярного и в среде таких промышленных разработчиков вот это программирование копипасты когда вы что-то написали какой-то класс реализовали лучше прислать следующий класс говорите control c control вот у этого стиля разработки есть как ни странно историческое историческое объяснование дело в том что на довольно довольно долго на java программировали именно так потому что в java не было множество наследования вообще поэтому там программирование выглядело как копипасты с последующим изменением вот но зато в java были интерфейсы так называемые и вы всегда могли после того как вы проделали вот эту операцию по копипасте проверить не поломали не поломался ли интерфейс то есть тот класс который вы изготовили соответствует интерфейсу или нет но на самом деле программирование копипасты это большое большое зло да вы три раза копипастили нашли ошибку в одном классе в одном в одной пасте в двух других постах эту ошибку надо тоже правильно это же вот значит то что называется spaghetti code это ситуация довольно характерная для студентов которые пишут решать домашние задания решили домашние задания но прошло 6 тестов на 7 упал выясняется штаб в какой-то момент переменная равна нулю и дальше он на нее делит что делать студент вместо того чтобы переделать алгоритм таким образом чтобы переменная не равнялась но ли он пишет и в переменной равна нулю не делать это потом выясняется что переменная такие не равна нулю но слушайте я точно мне где-то был пример где-то у меня была стране страничка в которой я был делал это но почему-то она пропала и каждый раз когда готовлюсь к лекции забываю сделать но неважно короче говоря вот spaghetti code это то что получается когда мы делаем программирование как когда мы лечим нашу программу с помощью мха и веточек она же костыли до обмазываем об обнаружим исключительную ситуацию обмазываем ее проверкой обнаружим еще одна мазуем проверка и так дальше и так дальше вместо того же просто работать алгоритм вот на питоне можно писать как на любом в питоне есть поддержка функционального функционального подхода на питоне можно написать программу в одну строчку прочитать только не вот это следующий вариант как не надо делать вас потому что но потому что не надо вот еще одна штука который меня сильно сильно выбешивает когда я вижу питоновский код вот и он мне кажется неаккуратным и эта ситуация когда человек выучил какие-то кусочки питона и вот на этих кусочках пишут ну словно говоря как на паскале не умеет пользоваться там словарями или циклом фор не умеет пользоваться или еще что-то такое это вот пока мы учимся и . да даже когда уже не учимся это очень важный момент вы всегда должны в голове держать самую свежую копию представления вашего питоне вот чтобы пользоваться всеми теми инструментами которые он вам предоставляет если этого делать не будете вы фактически будет программируют как будто другом языке до худшим 20 именно поэтому скажем классический питон никак нельзя вставить в первый семестр первого курса он туда не влезает а то что влезет не будет питоном а будет какой-то пародия вот про изобретение велосипеда все все знают надо сначала гуглить а потом уже самому писать вот еще одна такая тема это магические числа если у вас есть какое-то число не знаю там размер массива номер порта чего угодно выносить его в константу пожалуйста не надо каждый раз писать это число в разных местах потому что ну допустим у вас есть размер массива 200 и количество пользователей что а потом количество пользы становится 200 у вас это 200 бывает красненько бывает синенькая но соответствует количество пользователей размеру массива а потом мы взяли заменили 200 на 300 выяснилось что винили в двух местах ну короче магические числа это время это вред вот страшно такие дела ну вот тут игорь егор подсказывает что over function когда мы пишем много такого страшного функциональщина это вообще-то противоречит много чему в питону питон джену и кипец keep it stupid simple и так далее так далее все я полностью согласен так на самом деле мы подходим к еще одной теме который тут почему-то тоже бла-бла а на самом на самом деле тема важная это комментарии значит начнем с того что в питоне есть док стринги продукт стринге можно говорить поэтому часть той роли которую играют комментарии в других языках программирования на себя берут док стринги например техническое документирование делается в док стринга например классическое описание информативное описание допустим функции что она делает и каковы у нее параметры чего не значит делается в док стринга что остается на комментарии ну начнем с того что комментарии это то что читают люди которые вместе с вами программируют да это не просто пользователи вашего вашего кода да это его соавтор в первую очередь ну или те люди которые вынуждены его читать потому что они не понимают чувак что же программа делает поэтому главная тема вот когда вы пишете комментарий не надо писать в комментарии что происходит и как оно происходит и то и другое вы написали уже на питоне есть одно исключение если вы делали очень сложный алгоритм возможно этот алгоритм лучше написать в комментариях то чтобы люди понимали вообще что тут написано но ответ на вопрос что и как в комментарии не надо класть совсем не надо говорить я а равно b и в комментарии присвоим а значение бы не надо так делать вообще вот комментарии должны отвечать либо на вопрос целеполагания вливы на вопрос о причинах то есть почему я так написал вот 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 тут написано странное странное утверждение смотрите я написал так потому что вот эта переменная там может быть равна нулю и поэтому или цель этот кусочек кода делает то то если она не очевидна на питоне если текст на питоне не настолько очевиден что требует требуется сопровождение текст на там английском языке вот есть даже такие акронимы don't repeat yourself в скобках dry или write everything twice в скобках овет да вот вот это хорошо а это плохо ну то есть не надо писать все сначала на питоне сначала на английском а потом на питоне так не надо делать вот у этого есть некоторый некоторый дополнительный дополнительный термин такой так называемый code smell code smell это когда вычет написали на питоне но для того чтобы для того чтобы было окончательно понятно вы еще вставили комментарий вот где ну дописали на английском все что все то что на питоне вот у вас не получилось выразить красиво да питон очень выразительный язык если вы написали что-то часть смысла которую приходится писать рядом на английском лучше упростите всем будет от этого легче включая вас да все что можно объяснить на питоне надо объяснить на питоне не надо объяснять то есть вот не надо вот-вот-вот-вот вбухать какую-то страшную формулу а потом рядом написать почему она так вот вот код смел вот про комментариев строки документации мы уже говорили напоминаю только то что у комментариев и у строк документации разные пользователи строки документации видны попытоку они лежат в документации их читает ваш пользователь в смысле человек который пользуется вашим модулем он может не читать вашего кода комментарии читают только те люди которые читают ваш код разные 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 аудитории вот но как ни странно давайте мы уж все-таки вы энджон тапинг говорит говорит егор да примерно так раз уж мы все-таки так много говорили бла-бла давайте сейчас что-нибудь придумаем какую-нибудь интересную тему ну да как интересно у меня есть модуль и он устроен именно так как я хочу окей так help inspect get comments comments object о котором мы тоже кажется говорили с магистрами но не говорили с вами умеет не только находить всякие интересные штуки типа аннотации там вот этого всего ну кстати к коннотациям надо только по инспектору и ходить но он умеет также находить комментарии причем при комментарии привязаны и привязаны к контексту видите он модуля взял get comments только вот этот ну потому что вот это шибанк это его не должно интересовать вот это комментарий к модулю а вот это комментарий функции давайте попробуем это увидеть моду . фун о видите а вот это комментарий функции inspect может сходить сюда а внутренне не знаю как узнать а еще есть наверное вот такой ну-ка нет такого нету ну вот короче говоря до некоторой степени вы можете вы можете заложиться на например и спекты инспектор get comments и вставить в вашу дисциплину разработки также и правила по оформлению комментариев ни в коем случае не должно быть в ваше за одним очень важным исключением о котором вот ровно сейчас скажу ни в коем случае ваша дисциплина не должно быть никаких метрик относительно того сколько текста а сколько комментариев я в своей жизни видал одну историю когда в корпорации было сказано что надо чтобы значит комментариев было не меньше 20 процентов текста вот и люди просто писали такую хрень которая виде виде функцию говорит а эта функция виде присваивания вставляет автоматически комментарии от комментарии то есть люди никаких комментариев не писали писали вот это да в полном противоречии к тому что требуется комментариев да вот так делать не надо кстати я вспомнил еще одну байку надеюсь мы успеем значит еще одна байка это относительно именование переменных может быть кто-нибудь помнит есть такая штука называется венгерская аннотация hungarian notation это дисциплина оформления имен в основном полей в классах придуманы в микрософте ради того чтобы по имени переменной можно было выяснить ее семантику точнее ее назначение придумал все какой-то программист венгер а надо сказать что венгерский язык один из самых сложных на земле он весь контекстно зависимый одна и та же последовательность слов в разных контекстах значит совершенно разное и поэтому венгров вот эта часть мышления контекстно ориентированного очень развита идея этого это был какой-то начальник подразделения идея вот этого самому товарища состояла в том что вы в переменную допустим она там чар звездочка какой-то чар звездочка вы еще в нее вставляете а чё она будет делать допустим чар звездочка это указатель на там блок символов или это строка для вывода или это просто кастинг такой какому-то универсальному указателю или еще что-то дальше была разработана дисциплина как разные такие вот семантические роли разные роли одинакового типа переменных засовывать засовывать в имена и это все значит он у себя в лаборатории резала получилось красиво люди такие о да ты вставляешь тип переменных в имени перемены давайте весь микрософт так будет делать и в результате все это выродилось в добавлении внутрь имени переменных типа этой переменной вся семантическая роль hungarian нотейшн пошла прахом ее видимо не все могли только венгры могут понять вот так делать тоже не надо понятное дело зачем вставлять тип в переменную если у нас и так есть тип этой перемен вот роль до тип нет такие дела у нас осталось еще десять минут лапы сызы классный строка идентифицирующая класс окна типичная тема да причем лонг пойнтер блин ну лонг пойнтер зачем стоит это же так известно что это пойнтер ну черти полосатый так делать не надо можно ли комментарии через мэджик достать как до экстримки не знаю что такое magic ну вот этот самый может достать инспект может достать ведь инспект даже умеет немножко понимать какой комментарий к чему относится ну вот такие дела это значит относительно комментариев до исключение о котором я обещал рассказать называется литерой программинг придумано для тяжелых языков программирования типа значит хаскеля но вообще-то придумано классиком компьютерной литературы дольдом кнутом вот который в общем не был большим поклонником как раз тяжелых языков программирования у него эта идея застояла в другом литерой программе состоит в следующем вы сначала пишите программу которая стоит исключительно из комментариев где вы описываете что как и зачем она делает а потом между строк этих комментариев вставляете такие мелкие вставки на языке программирования где вы собственно делаете то что она делает вот ну у дольдом кнута с его мощным мышлением был свой подход но повторяю литерой программинг очень неплохо прижился в языках с очень густым синтаксом типа хаскеля потому что потому что там как раз правило не пишите что происходит если только она несложная работает так что все сложные везде все приходится писать что происходит если это читать не другой такой же хаскелис вот и еще действительно программа на хаскеле вот выполнен стиле террорит программ выглядит так там полотно текста дальше маленький маленький комментарий на хаскеле который это все делать дальше опять плотно текст вас так что это действительно работает потому что люди которые будут читать будут читать ваш текст а потом и потом потом только понимать что такое там насчет вот наплодили на тяжелом языке программирования смысле плот такие дела да кстати сказать когда я последний раз читал литерой программе русской википедии там написано какая-то страшная хинея давайте посмотрим так ли это так ли это нынче может быть там все поправили ну короче нет не смотрите русской википедии ничего там лучше не стал вот значит это что касается комментариев да значит чисто теоретически совсем прозрачный код на питоне в комментариях не нуждается потому что есть док стринги везде где надо вот а дальше думайте сами значит смотрите домашнее задание домашнее задание теперь обращены к вашему совместному проекту да вот домашки которые надо было делать отдельно они закончились вот в вашем в вашем проекте должно быть встроена проверка стиля оформления по флейк 8 или пылинт и проверка док стрингов с помощью пидок стайл вот причем они должны быть оба и этот линдер и пыдок стайл настроены таким образом чтобы ошибок в вашем коде не они не выдавали ваще если вам не нравится как тогда кстати кажется пылин тоже умеет ходить в док стринги и если он умеет ходить до стринки тогда пыдок стайл не нужно пускай пылинка на вас ругается вот это делается понятное дело сравнительно легко вы можете сделать как я как мы все время делали просто сделать при комит хук в репозитории который сам за вас все будет форматировать вот дело ваше но главное чтобы у вас был соответствующий файл настройки флейк 8 если это флейк 8 или пылинт вот ну уж например на ширину старой строки а то там по умолчанию 80 до 79 вот и в этом в это он должен лежать прям в проекте там в этом самом самом верхнем каталоге и при демонстрации при защите вашего проекта вы должны будете запустить соответствующий скрипт который ну соответствующую систему которая покажет что у вас ошибок не вот в этом все за вот и все домашнее задание она состоит в том чтобы под конец у вас этих ошибок не было еще лучше вахни чтобы у вас был некой дисциплины разработки их сразу не если вы озаботитесь тем что при разработке будете каждый раз проверять значит соответствует дисциплине оформления вы увидите насколько сам кот с которым вы работаете стоит станет удобнее в использовании если конечно вы уже уже сейчас к этому не еще сейчас к этому не привыкли вот красивый код реально красивый удобнее читать такие дела да можно использовать этот самый black если что можно скрипя сердце скажу можно такие дела все сегодня видите у нас все закончилось вовремя даже чуть раньше я рассказал что хотел если какие-то вопросы задавайте смотрите да нет никакого стиля конкретно стиля оформления кода не требуется в домашнем задании если вы вдруг с товарищами вашими договорить чтобы он был шикарно берете какой-нибудь вот этот самый явь да и я вам все я пить и чем пользоваться для каким линтером таким да то тоже неважно важно чтобы да 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 главное чтобы док стринги и исходный код они были причесаны под эту гребенку мы потом сразу спойлером и потом еще в док стринги будем вставлять техническую документацию по параметрам с помощью этого сфинкса естественно но они не 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 это самое не идут в противоречие с еще вопрос ну если вопросов нету тогда давайте все собираетесь окончательно уже в совместные проекты начинаете работать вот а так всем спасибо спасибо